Давайте я вам там телефон сбросила. Вы просто меня добавьте. Попробуйте мне добавить меня. Хорошо. Алина, спасибо. Хорошо. Всем привет. И сегодня появилась еще одна девушка, которая хотела рассказать свою историю. Вот она что пишет. Алло, Алина, здравствуйте. Вообще, хочу вас поблагодарить за ваше видео. И моя история началась с того, что мне сейчас тоже, ну, я 78 года, 15 лет я уже живу, но моя судьба началась с того, что я познакомилась с арабом, с человеком с Каира в Киеве. Мне тогда было 17 лет, когда мы познакомились. И я попала на его водочку. И сейчас он у меня просто телевизорит. Он мне говорит, я приеду к тебе, я там убью тебя. Значит, чтобы вам было понятно, Алина, я быстро, краска, потому что мне сейчас 100 лет. Вот. В 17 лет он приехала в Украину. И с ней познакомилась. Мне было 17 лет. В 17 лет менее старше. Значит, ему было 30 лет. Он на 13 лет, 32 года. А, на 15, 32 года. Ну, мы познакомились. Да. Да. Тогда еще не было, как бы, интернета. Ну, как бы, так все. Мы переписывались. Он мне звонил. И, ну, конечно, у нас тоже, как бы, так, ученый приезжал. Моя мама, конечно, не хотела, чтобы я вот туда уезжала. Это было против. Я все скрывала от мамы. Как бы, это было все скрыто от мамы. И, ну, в общем, так получилось, что я потом, через полтора года, я уехала вообще где-то 18, около 19 лет, хала в Каир. Так. Ага. Да. Тоже с Рома нес. То есть я думала, что он вообще здесь как ухаживал. Я думала, что таких мужчин вообще не бывает. Но, как всегда, они арабы могут, так, египтяне, если преподнести. Вот. И я уехала в Каир. Ну, то есть, как бы, у него семья и отец у него был археолог, по-моему. И мама работала в аэропорту. И он сам работает сейчас в аэропорту, в египетских авиалиниях. Угу. На данный момент ему сейчас 55 лет. И почему я уехала туда? Потому что он меня бил. Он начал меня потом как бы все нормально, нормально. Потом он забрал паспорт и потом начал избивать. И избивать по одной причине его ревность. А какие поводы были для ревности? Поводы. Потому что вот я, когда я с ним познакомилась, я уже не была девушка. Девочка. Да. И потом он начал говорить сколько было мужчин, какие были мужчины, как это было. То есть, настолько это дико было, да. Допустим, были там 1, 2, 3, там надо число, потом сколько это было, потом какое-то имя, потом что. То есть, это доходило до полного разума. Угу. Но еще поводы, чтобы, допустим, когда он звонил, там, моя подруга там или там говорила, что вот у Люды есть там жених, ты не звони больше. Это было специально по просьбе моей мамы. Чтобы он мне больше не звонил. Угу. Поэтому он, кстати, добивался. Я даже сама не знала, что добивался. То есть, я приехала, я думала, будет все нормально. Ну, я такого плана тоже хотела, там, не ходить, не гулять. Я, меня устраивало там, допустим, дома. Я такая там хозяинственная дома. Угу. То есть, спокойная. Ну, такой я характер. Человек. Человек такого характера. Угу. Ну, потом начала просто, скажи, вот где. И еще. Он мне, когда выслал деньги на билет, он сказал, первый вечер, когда я приехала, он сказал, дал мне ручку и бумагу. И сказал, давай сразу пиши, куда ты потратила эти копейки, эти все деньги. Ну, это вообще, во-первых, он я еще, конечно, он меня... Он хотел, потом приехал, приехал в Киев, чтобы познакомиться с моей мамой. Моя мама была категорически против. И я попросила вообще, ну, моей подруге одну маму, чтобы она сыграла роль моей мамы, как бы. А-а-а. Понятно. Ага. Ну, это было вообще, это по молодости, это было глупо, это, конечно, было. Ну, это было. То есть, так хотела я, я так хотела просто уехать, что... И моя мама сразу, если бы она увидела, она бы просто за шею выбросила с квартиры. Ну, понятно, понятно. Потому я пошла на рекорд. Там я пошла в группу, шаг за шагом, шагом потом не вступила в свое болото, как говорится. Ну, в общем, из-за реальности, ну, бить там раз, три, ну, как бы. Потом он начал просто бить, как бы ни за что, например, там, что посварила, макароны или что. И он сразу, допустим, вот, ты сварила много, мы еду не выбрасываем. И ты меня поняла, я говорю, поняла, допустим, раз, типа, в лицо он меня ударил сразу. Как бы, чтобы в следующий раз лучше поняла. То есть, ну, и реально я уже поняла, что такие отношения тоже... А сколько вы пробыли в Каире? Сколько вы прожили с ним? Я в Каире прожила 7 месяцев там. Сколько? Да, было 7 месяцев. 7, да? Да, 7 месяцев. Мы потом пошли с его отцом и он, и пошли, вроде как, знаете, к наши адвокаты. И мы пошли и закрыли бумаг. Только что бумаг, я слышу вообще два раза от вас. Угу. Тоже будут какие-то связи, и они составляли какую-то бумагу. Он задавал вопросы, и они составляли, и он составил бумагу. Потом сказал, что... Что в Каире лето нам было принять документы, что я жена, мне нужно было принять ислам. И я приняла только ради документов, допустим, я это... Вы знаете, в такой возрасте была, что у меня не было осознающих, как жена, а с верой. Вы приняли ислам, да? Да, я приняла ислам, осталось также мое имя, все. Но он сказал, что это ради документов. Да, я приняла ислам ради документов. Он меня потом начал... Ты будешь, если ты мусульман, ты будешь молиться пять раз в день. Угу. Потом я, когда начала с ним молиться, я читала... Ну, как бы... Молиться. Ну, я читала вот жена в середине, в душе. Я думала, господи, помоги мне. А потом видно, он это понял. Ага. Ты будешь за мной повторять. Ага. Ага. То есть это было... Вы понимаете, говорят, не сила, не сила. Все это он тебе подалкивал. Все сила это было. Все это было сила. Просто он делал такие безвыходные ситуации, в которых ты оказываешь, просто тебе больше нечего делать. Да. Потом, когда я хотела выходить, пару раз в неделю звонили моей маме. И мы, когда я звонила маме, он стоял там возле меня и сказал, и говорил, если ты хоть что-то скажешь, что я там тебе ударил, или еще что-то, я тебя сейчас же убью. И он стоял, и он сжал два руки на рычаге, чтобы сразу выключить чай. А как вам удалось уехать? Вы мне скажите. Как мне? Ой, Лена, я просто так сделала туда-сюда. Он работает в авиакомпании. Сейчас даже. Почему я с тобой хотела пообщаться? Расскажу. Вот сейчас конец подведу. Я вам быстро расскажу. И как? Он с утра уходил на работу в 8 и приходил в 4. Угу. Да. Ну, после обеда в 4. У меня было много свободного времени. Я ходила туда-сюда. То есть мы ругались, смирились, ругались, смирились. Он меня возил везде. Мы ходили во всем вузе. В Каире, в пирамиды. Ездили в Александрию. Было я тоже в Александрии на море. В парке там были. Возле моря. То есть он меня возил везде. Вся моя красивая там я возил. Угу. Подождите. Одну минуту пришел мой муж. Сказала, что я разговариваю с вами. У него была такая ревность, что... Эта ревность тебя убил. Он сразу как бы нормально-нормально. Потом вот этот вот сразу как дикий становился. Угу. Никуда не денусь. И он уже... И он уже... И я еще когда разу меня очень сильно побил. Я одела платок. Его мать, его родители недалеко от нас жили. Там уже 10 минут ходьбы. И я одела платок. И быстро вечером пошла к его родителям. Угу. Все пошли домой. Ну он меня... Я ему поверила. После часа уговора я ему поверила. Угу. Мы пошли домой. И дома он меня так побил... Галина. Он меня так побил. Он меня так побил. Он меня бил ногами в живот прямо. Кошмар. Угу. Я... Я просто скрутилась. И у меня даже не было дыхания. Угу. То есть... И я ему потом... Ну знаете как тоже я молодая. И тоже еще как-то знаете так сразу в такой шок попасть. И потом я сказала, что если допустим ты меня не отпустишь, я лучше умру. Там допустим я и хотела травиться таблетками, повеситься. То есть... Хотела. А вообще умереть. То есть у меня просто не было выхода. Я не знала что мне делать. Как вы уехали? Как я уехала? Потом когда я... Он ушел, ходил на работу. Я полностью начала смотреть его дом. Там все документы смотрел, что у него. Полностью начала вот так вот рассматривать все, что есть. И я... Потом нашла я телефон посольства украинского. В Каире. Угу. И позвонила посольство. Говорю, ой вы знаете у меня такая ситуация. Я вот вышла замуж. Вот я ну... За араба и говорю, он меня избивает. И я не могу вот... Ну знаете он говорит, у меня денег как бы нет. Вот у меня не знаю сколько там было там... Ну... Египетские деньги. Ну... По долларам это было 100 долларов. Угу. Я с Киева отдам, верну как бы... И он сказал... Хорошо, давайте вот так вы... Он мне назначил один день. И говорит, вы тихонько выйдете на такси. Ничего с собой не берите. Оденете платок. Возьмите эти деньги. И приезжайте к нам сюда. Да. Он написал адрес и приезжайте от посольства. Угу. То есть один день, когда он ушел на работу, я взяла 100 долларов. Его ключ, открыла дверь и ушла. Сразу там возле дороги я... Ну... Нашла такси. И дала такси адрес. Вот пришла и попросили... Так как у меня не было паспорта, попросили запроса с Киева, чтобы мне дали... Выслали копию. Что я действительно такая-такая. Мое имя. Что я действительно с Киева проживаю там и там. То есть я там в посольстве прожила неделю. В украинском. В посольстве вы жили там? Да, да. Да, я жила, потому что я ждала пока документы, когда паспорт придет. Угу. Угу. Вот. И... Ну то есть люди конечно молодцы. Ребята в посольстве. Они мне очень помогли. Конечно. Говорит боже. Где ты такого придурка нашла? А он в Украине чем занимался? В Украине? Чем он занимался? Вы знаете он... Я вам сейчас хочу рассказать, чтобы вы мне тоже помогли. Какого он уровня? Я не могу понять какого уровня. Потому что у меня те месяца... Это было моего знакомства с арабами, с мусульманской страной. Это было очень мало. Даже сейчас. Благодаря вам. Я поняла что такое Египет или... Он... Знаете он постоянно... Они постоянно... Он каждые два месяца ездит по всей Европе. Угу. И он сейчас говорит что он не женатый. Ну как такое может быть? Он не женатый. У него... У него... А вот так. Я вам... Я тоже не могу понять. Поэтому я так хотела сейчас с вами пообщаться. Значит. Значит. Или он больной на голове. Или психически какой-то ненормальный. Как? У него хорошая работа. Он каждые два месяца. Алло. Алина. Да-да-да. Я его слушаю. Он каждые два месяца. Потому что я уже около года с ним общаюсь. Он каждые два месяца. Он в Европе. Вот Словакия. Польша. Вот был два месяца назад. Потом четыре месяца назад был Турция. И сейчас он поедет в Андорра, Финляндия. Финляндия зимой поедет. То есть он каждые два месяца ездит. То есть зарплата у него там. Авиалиния конечно билет бесплатный у него. Ну. Благодаря тому что он летает конечно же. Да. То есть это связано с его работой. Нормальный уровень. Неплохой уровень. Конечно. Как бы. Да. Но. Но. Он не женатый. Нет. Он не женился. У него нет детей. Даже если бы он скрывал. Допустим. Он мог бы не думать что бы скрывал там детей. Или еще как то. Думая то у египтян это как бы как. Нет. Он живет. И мы как бы общаемся почти каждый день. И он постоянно это свободное время. Он на работе. Угу. То есть в выход этого общения я реально понимал что он один. И та квартира в которой мы жили. я вижу что она в запущенном состоянии. Он не смотрит за ней никак. Вообще. Он даже кондиционер не поставил. Я говорю как ты живешь без кем. Сделай как то стены покрась. Тогда была квартира в очень хорошем состоянии. Его квартира. Значит один египтянин. С хорошим средним заработком допустим там. С квартирой все нормально. И не женатый. Вот как это может быть. Значит он психологически может какой то неуровешенный. Он больной может. Нет. Но может быть не все здесь женятся. Понимаете. То есть возможно у него есть какие то орфи браки. То есть не зарегистрированные браки. То есть он же не больной человек. То есть если он совсем уж больной. Это с головой не все в порядке. А так здесь много кто не женится. Они именно. Сейчас секундочку. Они как бы заключают браки. Ну вот такие как бы неофициальные. Ну не знаю. Вот например он говорит. Я почему не женился. Потому что вот только тебя люблю. Ну это понятно. Да. Ну конечно. Когда он меня нашел. Я когда у Галины возле звука. А потом он меня нашел в одноклассниках. Я думаю. Я спрошу Зай. Почему он меня так бил. Почему относился. Почему. Конечно это Галина. Мы точно были. Это была первая любовь. Это была. Это все это чувства наигранное. И я опять попалась на его удочку. И я начала с ним общаться. Cа-ка-ка-ката. Это только 2013 году… А там если closкий... Ни- Че-че-че. Те-то, Че. Субтитры сделал DimaTorzok